Страна фейк, страна наркоман, страна трус, страна талибан. Именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели. Но обо всем по порядку. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России обеспечить соблюдение прав крымских татар, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины. ПАСЕ вновь поддержали Украину. А в РФ у некоторых индивидуумов сразу загорелись пятые точки. Все федеральные студии зажглись криками о незаконности резолюции и обвинениями в провокации. Российская делегация показательно даже проигнорировала заседание. Вы так громко всегда говорите, Петр Олегович, Украина сама лезет. Голос такой. Сомали, конечно. Вот, например, сегодня проходит парламентская ассамблея Совета Европы. Мы там, а вы здесь. Глава делегации здесь. Программа 60 минут важнее, чем общение с Гончаренко. Мы не хотим сидеть в духоте с вами. А, в духоте. Да, в одном сале. Всю эту клоунаду при поддержке Попова устроил глава Росделегации в ПАСЕ Петр Толстой. Сомалицы, по его утверждению, это украинцы. Украина – это недоразумение. Крымские татары – это внутренние российские проблемы. Там как раз рассматривается вопрос о крымских татарах. Там рассматривается вопрос о Беларуси сегодня. Потому что вы довели свои внешние политики, вы отторжены в себе. Потому что Крым – часть России. Бред о том, что Крым – это часть РФ, кроме как в Останкинских студиях, нигде больше не признается. И странно то, что послы этого месседжа даже не хотят разносить эту байку по миру. Они предпочитают рассказывать басни исключительно населению своей страны. Ведь проще всего отсидеться в студии. А ты паять и докажи. А ты боюсь. С Гончаренко вы смешите стыд. Мы не будем углубляться в конфликт Гончаренко с Толстым. Скажем только, что украинский делегат в открытую регулярно окунает в грязь российского президента. А верно подданный царя Толстой регулярно пишет доносы и жалобы на Гончаренко. А в последнее время слышны даже угрозы. Меня группа европейских консерваторов ПАССЭ предложила как кандидата в наблюдатели за выборами в Российской Федерации. Петр Толстой вылез первым и пообещал мне билет в один конец, что я в Москву могу прилететь только в один конец. Красивое общение у человека. Вице-президент ПАССЭ, глава российской делегации. Потомок Льва Толстого. Толстовец. Блин. В таком общении официальных лиц РФ с коллегами ничего удивительного нет. Все помнят наглые выступления Чуркина, тыканье Сафронкова и хрущевский язык не бензия на совбезе ООН. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Да что там. В России в порядке вещей считается, когда глава целого региона угрожает найти и наказать только за то, что ему не понравился комментарий в соцсети. Ты ночами не будешь спать, то он будет сейчас завещание делать. Если я умру, помогите моей семье. Я очень много шайтанов там. Уничтожил он. И тебя тоже уничтожил. Но вернемся в ПАСЕ. После принятия резолюции по крымским татарам, две недели спустя, Украина внесла дополнительные поправки по Крыму на рассмотрение. В российском аду черти вновь зашевелились. Если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право. Но мы в этом участвовать не можем. В госсми последовали оскорбления и унижения в адрес Украины и некоторых европейских стран. Классика дворовых разборок. Если не можешь доказать обратного, начинай оскорблять и обзываться. Некоторые страны, скажем так, это младоевропейцы и недоевропейцы. Это младоевропейцы и недоевропейцы. Все-таки настояли на антироссийской, антибелорусской резолюциях. Недоевропейцы и младоевропейцы. Сомалийцы и страна недоразумения. А еще были неофашисты, каратели и даже европейский навоз. Вы никому не нужны. Вы все мусор европейский. Вы навоз европейский. И это лишь толика той кучи, которую постоянно сыплют со всех российских концов и пределов на Украину. И вот на прошлой неделе, как гром среди уже привыкшего ясного неба... Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Она опубликована сегодня на сайте Кремля и охватывает исторический период с древнейших времен до наших дней. Я считаю, что вообще украинцы и русские это вообще один народ. Это как? Из одного чайника мы слышим, что мы пираты, мусор и навоз. А из другого, что мы один народ? Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она... она честная. Теперь, согласно Путину, получается, что мусор и навоз это не только украинцы, но и россияне. Но не стоит обольщаться. Данная статья главы Кремля всего лишь ответный крик на принятый Верховной Радой закон о коренных народах Украины. К ним отнесены крымские татары, караимы, крымчаки, но не русские, не белорусы. Кремль очень обиделся на то, что в закон не внесли русских. Мол, как это так, что русские не являются коренным народом Украины? Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. Как следствие, статья о так называемом единстве народов и очередные обвинения в адрес проклятого Запада. Не случайно, что упомянутый скандальный закон о коренных народах принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине. Военное освоение этой территории. Вот что надо беспокоить. Это, к слову, еще один плевок в лицо Москве. НАТО сегодня приступило к учениям Сибрис. Они проводятся на территории Украины каждый год. Но сейчас случай особый. 32 страны-участницы. Такого размаха еще не было. Внушительнее всего выглядит группировка в море, 32 боевых корабля и суда обеспечения. Противовоздушная, противолодочная оборона взаимодействия по стандартам НАТО, которые изучают украинский армия и флот. Одесса на две недели стала самым обсуждаемым городом мира. Ну-ка еще раз зайдите. А как будет Сибрис по-украински, Гордей? Порской бриз. А по-украински-то как? Послушайте, я вам хотел бы... У них нет в языке таких... Морский бриз, так и будет. Гордей вас украинскому выучить. Бриз. Морский витрилов. Я в другом. Дышь, бриз. Очередная попытка обидеть и оскорбить украинцев. Но Шапито немного поутихло, когда дело дошло до британского эсминца Дефендера. Только накануне спецназ США, Британия и Украины отработал на Дефендере захват эсминца агрессором. После Дефендер направился к берегам Грузии, одному из участников Сибрис. Причем курс был выбран вблизи берегов Крыма. Подойдя на 19 километров к Севастополю, российские военные реально вспотели. По тревоге была поднята боевая авиация и береговая охрана. Дальнейшие события по версии РФ звучат так. Выполнить предупредительную взрывов. Британский корабль Дефендер покинул территориальное море России после предупредительной стрельбы корабля погранслужбы и предупредительного бомбометания Су-24. То есть они были в секунде от того, чтобы быть уничтоженными. Быть уничтоженными? Британский корабль, член НАТО. Раз уж вы такие смелые и сильные, что же не стреляли по борту? Не таранили, как это было с украинскими судами в Керченском проливе? Дави я его здесь, вот пряму! Давай, давай, прижимай его! Давай, держаться все! А где же в ситуации с Дефендером? Прижимай его, дави его, а нет этого всего. Сплошные пакеты, пожалуйста, территориальные воды РФ, спасибо и так далее. Удивительная вежливость. Пожалуйста, измените ваш курс. Воздержитесь от пересечения границы. Озвучим вопрос еще раз. А что же вы здесь? Не помчались, не стреляли, не захватили. Не стреляли? И мы тогда тоже развернули. Не стреляли, да? Нет. Коллективный Запад вам четко дал понять, что никто никого не боится и бояться не будет. А если бы он бомбу получил по карме? Это просто самый сигнал. Евгений, да не получил бы он никогда бы бомбу. Вы пострелять мимо можете, а в него бы выстрелить никогда не посмели. Это не украинские катера, которые там... 20 пацанов-то едет. Все верно. Кишка тонка, да и силу РФ может проявлять только на более слабых, что никогда не называется смелостью. В этом вся кремлевская РФ. И за спинами женщин и детей стоять, и сирийские госпитали с самолетов бомбить, да градами мирной Мариуполи обстреливать. Истинная трусость. Кроме того, британцы вообще заявили, что все разговоры о какой-то стрельбе по их кораблю — откровенный фейк. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаем утверждение о том, что на пути нашего корабля сбрасывались бомбы. В конечном итоге военные РФ назвали это неприкрытой провокацией, а студийные шуты отшучивались как могли. И у нас есть рыбопила, и даже медузы в нашем русском Черном море за нас. Неспокойно на юго-восточных границах РФ. В связи с выводом войск США из Афганистана в регионе резко обострилась ситуация. Талибы активно начали захватывать находящуюся под контролем афганского правительства территорию и вышли к границе с Таджикистаном. Хвала Аллаху! Отряд полевого командира Дада Шерхана дошел до моста через Амударью, и скоро мы пойдем в Таджикистан. Мы видели посты талибов, уже выставленные на той стороне. Россия засуетилась не из-за каких-то там таджикско-российских договоренностей. Все уже знают цену договора МРФ и по Кудапешскому меморандуму, и по армяно-российскому военному соглашению. Дело здесь совершенно в другом. Первое — это гуманитарная опасность. В Кабуле в паспортных столах жители выстраиваются в огромной очереди. Люди хотят получить загранпаспорта, чтобы уехать из страны. Ежедневно приема ждут по 7-8 тысяч человек. И пусть РФ не имеет границы с Афганистаном, но объективно нужно понимать, что в Таджикистане беженцы не задержатся. Вторая причина — это попытка контроля горячего региона. И именно по этой причине запрещенное в России движение «Талибан» приехало на переговоры, внимание, прямо в Москву. И гарантируем, что наша территория никогда не будет использована против стран-соседей, либо дружественных нам стран. Дружественных нам стран. Одной из таких и является РФ. На самом деле приезд «Талибов» в Россию далеко не первый. Кремль уже порядка 7 лет ведет активные переговоры и ежегодно встречается с представителями движения в фешенебельных отелях российской столицы. Два десятилетия назад эти люди считались олицетворением исламского радикализма, а их правление символом варварства и религиозного экстремизма. Сегодня афганские «Талибы» — гости московского президента «Отеля». Такой себе плевок в лицо ветеранам-афганцам и семьям погибших на афганской войне. Но в моральных и принципиальных устоях российская власть никогда не была примером. Геополитика важнее жизни российских военных. Поэтому, чтобы хоть как-то смягчить напряжение касательно приезда талибов, Кремль придумал отличный повод. «Что Талибан был единственной силой, которая сопротивлялась ИГИЛу и не давала ИГИЛу подмять Афганистан». Вот оно что! Талибы не пустят ИГИЛ в Афганистан и тем самым спасут Россию от соседства с исламским государством? Просто прелесть! То есть одни террористы воюют с другими такими же террористами. Но только одни хорошие, а другие плохие. И поэтому талибы вхожи в кабинет Лаврова, а ИГИЛовцы нет. Такой финтушами подействовал не на всех. Интернет просто взорвался травлей. Делегация движения «Талибан» встретилась с воспитанником юной армии и передала им некоторый свой опыт. Далее. В России создадут реестр желательных террористических организаций. Также шутят, что представители «Талибана» пойдут в Государственную Думу от партии «Новые люди». Но верхом цинизма стало заявление талибов о пресечении наркотрафика. Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности, по противодействию контрабанде. Конечно. Это звучит так же, как если бы пчелы собирались выступить против меда. Скорее, наркотики теперь будут доставлять намного быстрее, еще и официально. А то, что в высоких кабинетах их активно употребляют, видно невооруженным взглядом. Олимпийский комитет России представил сегодня талисманы нашей сборной на летних играх в Японии. Это мишка-неваляшка и шапка-кот. Медведь-неваляшка уворачивается от санкций и не становится на колени. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Стыда российского болельщика не было предела. Кот-кокос и мышь-гашиш. Этими маскотами мы хотим показать, что это не допинг. У нас вся страна такая упоротая. Упоротая кошачье облачко и медвежонок клизма. За что нам все это? Страна-наркоман. Страна-фейк. Страна-трус. Страна-талибан. Именно под такими лозунгами прожила Россия последние три недели. И очень хотелось бы, чтобы каждый житель РФ увидел эти обычные три недели жизни его страны и задал себе вопрос. Нужен ли мне этот мельдониевый русский мир, где президент пишет статьи? Медузы в Черном море защищают границы, а талибы дают пресс-конференцию в центре Москвы. Жить не хочется. Противно жить в такой стране. Противно жить в целом.